избирательная кампания вошла в активную фазу сейчас идет подготовка в соответствии с планом 25 февраля будем выбирать депутатов всех уровней от местных советов до палаты представителей что такое парламентаризм и какую роль он играет в нашей с вами жизни разберемся как все начиналось всегда важно знать история потому что особенно молодежь наверное в принципе не осведомлены да вот и про структуру понятно про выборы говорим открыто и гласно то о чем вы хотели узнать обсудим институт парламентаризма в беларуси имеет многовековую историю уже в десятом веке существовал прообраз современного парламента речь о полоцке и городском вече народное собрание проявляло особую силу в периоды общественных неустройства и конфликтов истоки белорусского парламентаризма берут свое начало в полоцком вече сеймах вкл и речи посполитой государственной думе российской империи во всебелорусских съездах советов верховном совете белорусской сср только в прошлом веке право голосовать и избираться получили все категории граждан независимо от происхождения если в беларуси такая всеобщая система появилась вместе с октябрьской революцией то например в сша до 1920 года не имели права голосовать женщины а до 1964 афроамериканцы практически весь двадцатый век в беларуси существовала система советов когда депутаты избирались от предприятий учебных заведений а также по национальным квотам высшим органом власти являлся верховный совет однако такая система могла стабильно работать до тех пор пока во всех республиках был общий аппарат управления компартия и как только в 90-х начался процесс развала союза и система убрали главный стержень а верховные советы получили всю полноту власти которые раньше не имели это привело к конституционным кризисом мы сидели на заседании в минском городском совете а внизу по площади шли огромные толпы людей с тракторного с моторного с автозавода с плакатами хлеба табака работы и так далее чтобы преодолеть кризис в рамках закона необходимо было принять новую конституцию граждане проголосовали за сильную власть стабильность и законность это учит нас тому что есть конкретный исторический момент когда нужен сильный лидер иначе страна проиграет правильную политику вели всегда понимаете это благодаря лукашенко александр григорьевич его очень большая заслуга что сейчас беларусь крепко людьми своими своей политикой экономика развивается и движемся по нормальному правильному пути я считаю что это единственно возможный путь для беларуси когда сейчас со всех сторон хотят уничтожить хотят сломить запад же наоборот стремился сохранить нестабильность точки зрения сша чем больше стране партий депутатов и выборов тем лучше страна постоянно занята внутренней борьбой по в таких условиях когда все заняты перетягиванием каната явно не до экономики растет народное недовольство и вот в такой момент подставить плечо готовы американцы тем самым поглощая независимость государств по такому нехитрому принципу была выстроена вся политика сша в отношении постсоветских республик и судя по всему успокоиться не могут до сих пор эксперты предупреждают что попытки раскачивать белорусское общество будут и в этот раз 99 год первая попытка майдана 2001 2004 2006 2010 2020 год коллективный запад понял что гибридными методами методами манипуляции политическими институтами а цветная революция это как раз манипуляция политическими институтами произвести государственный переворот и смену системы невозможно поэтому я думаю что сейчас коллективно запад направляет все свои действия на устрашение граждан чтобы они не пошли на выборы чтобы они не выполнили свой гражданский долг дискредитация самой системы выборов до что мол выборы все равно уже за вас кто-то якобы выбрал да хотя они именно в двадцатом году за нас хотели то есть выборы безусловно должны быть но проходить так чтобы сохранять стабильность преемственность и управляемость государства а не ронять его в яму кризиса и гражданской войны поэтому для многих девяностые стали своего рода прививкой демократии а само слово многие до сих пор произносят с иронией причина в том что демократии часто оправдывали весь происходящий хаос и людьми она воспринималась как безвластия беспорядок они как благо наша страна пошла по суверенному пути и так конституционная реформа девяносто шестого года которая и сформировала парламент в современном виде как раз и отразилась на том что у нас произошла стабилизация что мы не пошли по пути приватизацию уничтожение нашей экономики благодаря выбранному курсу в беларуси удалось стабилизировать экономику и осуществлять реальный суверенитет результатом конституционной реформы явилось установление оптимального разграничения полномочий между ветвями власти создан механизм эффективного взаимодействия при координирующей роли главы государства согласно конституции парламентом является национальное собрание это представительный и законодательный орган страны состоящий из двух палат в палату представителей депутаты избираются на основе всеобщего свободного прямого избирательного права сенаторов избирают на заседаниях депутатов местных советов от каждой области и минска и 8 назначает глава государства практика формирования двухпалатного парламента получила широкое распространение в мире например в 70-х годах прошлого столетия к этому пришли 45 государства кто к началу 21 века уже в семидесяти во время формирования национального собрания беларуси были учтены интересы органов территориального самоуправления обеспечено более полное представительство важно также что депутаты стали выполнять свои функции на профессиональной основе заработали постоянные комиссии на их долю и приходится основная часть законотворчества что позволяет снять большую часть дискуссии еще до начала обсуждения в овальном зале количественный состав высшего законодательного органа страны 174 парламентария 110 депутаты палаты представителей и 64 сенаторы в составе нынешнего созыва палаты представителей много врачей и педагогов а также представителей производственного сектора юристов экономистов около 27 процентов депутатов переизбраны были на второй срок преемственность позволяет сделать законотворческий процесс стабильным последовательным и профессиональным неизменный приоритет эволюционный подход к регулированию правовых отношений в центре внимание люди социально ориентированный подход на это традиционно обращает внимание глава государства в ежегодном послании к белорусскому народу и национальному собранию это наш курс наша страна где умеют сохранять традиции и приумножать достижения для будущих поколений у каждого из нас есть право голоса и реализовать это право гражданский долг голосуя мы делаем выбор и от решения избирателя зависит многое как будет развиваться образование здравоохранения и страна в целом в общем то что касается каждого такой вот избирательный ликбез вы спросили мы ответили на ваши вопросы и Субтитры подогнал «Симон»